МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только главное и важное об этой пятнице. Далее в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Довольцы по принуждению. Как вербуют тех, кого отправляют воевать на стороне террористов Донбасса? Все подробности у нашего САПКОРа в России Данила Русакова. О том, как военные Санкт-Петербурга заставляют новобранцев ехать на Донбасс в российской медиасреде, по традиции, ни слова. Сообщений из комитета солдатских матерей просто игнорировался. Вчера стало известно, будто бойцы 138-й гвардейской мотострелковой бригады в принудительном порядке составляют рапорты. Людей запирают на несколько часов в актовых залах и заставляют силой подписывать все бумаги. Те, кто отказывается, пугают уголовным преследованием. И такая ситуация не только в Петербурге. Обращения к правозащитникам приходят из Костромы, Мурманска и многих сибирских городов. Пробозащитники призывают новобранцев сделать хотя бы фотографии документов. А уже 9 февраля из Каменки, это под Санкт-Петербургом, в Украину направится новая партия призывников. По информации Комитета солдатских матерей, этих молодых людей тоже силой заставляют подписать контракт. Правозащитники приводят данные, официального подтверждения которым, разумеется, нет. За все время конфликта на Донбассе почти 5000 российских военных погибли, около 1000 получили ранения и порядка 2500 пропали без вести. И список этот, по всей видимости, в ближайшее время только будет пополняться. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское мюро, телеканал Интер. Зона АТО. Последние новости с Востока узнаем у моих коллег. Первым на связи Вениамин Трубачев. Веня, здравствуй. Как прошел сегодня день? Где ты был? Что видел? Да, Алексей, я был в районе Донецкого аэропорта. Сейчас территория Донецкого аэропорта стала фактически полем битвы. Там продолжаются тяжелые сражения. Боевики в течение всего дня обстреливали позиции армейцев. В свою очередь, по огневым точкам террористов стреляет и украинская артиллерия. В районе поселка Пески периодически даже завязываются бои с применением стрелкового оружия. И боевики всячески предпринимают попытки атаковать поселок. Но украинские, украинская армия и добровольцы отражают эти нападения. Вот то, что получилось. Вот здесь осколки вон прошли, по нему очень хорошо. Ну, все были внутри, все целые, все нормально. На ходу сейчас? Да, танк на ходу, полная боеготовность. Все наши позиции постоянно кроют. Ночью это постоянно, только потемнело и пошло залпы. Залпы, грады, минометы, все подряд, все стреляют. Боевики получают серьезные подкрепления. В первую очередь речь идет о технике. В частности, жители Макеевки видели, как по городу перемещаются смерчи. Это такие реактивные системы залпового огня. Намного мощнее уже привычных градов. Также замечены колонны танков в районе Астаханово и самом Донецке на подступах к Пескам. Зашла колонна, да, туда, в Песке. У меня скопление танков там, противопосторонний. То есть российские танки? Да. Ну, было слышно такое. Не факт, что это российские, может быть, генерские танки. Артиллерия боевиков реально обстреливает и населенные пункты, в принципе, простых мирных жителей. В частности, в районе Донецкого аэропорта снаряды террористов сегодня и вчера прилетали в село Орловка. Там погиб как минимум один человек. Во многих домах там выбиты стекла и повреждены стены. От обстрелов также пострадал местный дом культуры и церковь. Стреляют, стреляют. Устали, надо куда-то уезжать. Другого выхода нет. И вот осколок, вот недавно упал снаряд, вот тут в центре учитель, преподаватель физкультуры погиб. И прямо туда к нам прилетел осколок. В целом, серьезные бои идут практически по всей линии фронта. В Донецкой области, помимо района, конечно, Донецкого аэропорта, напряженная ситуация в Дебальцево и Авдеевке. В Луганской области боевики не прекращают атаковать Крымское, станицу Луганскую. И счастье, несмотря на такие массированные и интенсивные обстрелы, украинские силы продолжают удерживать ранее занятые позиции. Сегодня длились бои в районе Крымского, также 29-го, 31-го блокпоста. В 31-м блокпосту террористы уже несколько дней пытаются закрепиться. Сегодня им это тоже не удалось после работы нашей артиллерии. Также складывается такое впечатление, что боевики хотят уничтожить в том числе и важные объекты инфраструктуры. В частности, в счастье, боевики обстреляли ТЭС. Один из снарядов попал в трансформатор, из-за чего, по данным обл. администрации, без электричества осталась большая часть Луганской области, которая под контрольной Украине. Частично обесточенная и Донецкая область из-за того, что постоянно обстреливают Мироновскую ТЭС. Вот это самые последние новости, Алексей, из зоны боевых действий. Спасибо, коллега. Это были самые последние новости с линии фронта от Вениамина Трубачева. Как же выживают в оккупированных городах? Сегодня мы дозвонились не только в Донецк и Луганск, пообщались и с жителями Красногоровки. Вот что рассказали люди. Грады уже стреляются непосредственно из наших районов и жилых, где мы живем. Все ходит в ходуном. И весь город удрагается от того, что идут такие серьезные бои. В нашем городе боевые действия продолжаются без остановки. 24 часа в сутки. Очень сильные массивные удары наносятся со стороны ДНР. В городе есть разрушения многочисленные. Непосредственно сегодня были доночный обстрел. В городе домов разрушены. Если зарплата не выплачивается, работы вообще никакой нету. По городу опять прокатилась волна слуха в облакаде Донбасса. Потому что автобусное сообщение с большой землей у нас так и не восстановлено. Подвоза продуктов нет. И выехать из Донецка сейчас тоже невозможно. Без каких-то спецпропусков. Получается, что взять пропуск для въезда в Украину, не выехав отсюда, вообще невозможно. Получается, какой-то анонс. В связи с наличием пропускной системы со вчерашнего дня, у нас появились предприниматели, очень предприимчивые люди, которые предлагают пенсионерам, отказываясь здесь пункты по Донецку, обналичить прямо их карточки здесь с учетом 10% пенсии, чтобы им было отдано. Вы представляете, не 5, не 2%, а 10%. Это из тех людей, которые считают каждую копейку. Пенсионеры записываются в очередь. Сейчас, может, да, какие-то появились спейковые, скажем, записи о том, что там помогают переехать. Но сейчас это абсолютно сделать невозможно, потому что все перевозчики, которые занимаются переездом, они едут через Россию, через Востов. Ну, то есть вокруг области заезжать с той стороны, это единственная возможность, как можно добраться в Луганск. Одно телевидение, плюс российский зомбоящик по всем каналам. Может быть, если бы увидели правду, может быть, все было по-другому. Сепаратисты утверждают, что это украинские войска подорвали мост для того, чтобы отрезать эту территорию, сделать эту резервацию. Хотя мы прекрасно понимаем, что Украине это в первую очередь невыгодно. Луганск и сепаратисты сами себя отрезают, боясь наступление украинской армии. Помочь детям войны. Сегодня психологов-волонтеров обучали тонкостям работы с детьми, которые пережили все, что происходит на Донбассе. Желающих помочь оказалось почти тысяча человек, выбрали около трехсот. Тех, кто уже имеет опыт работы в области кризисной психологии. Волонтеры будут общаться с детьми и их родителями, и не только в городах подконтрольных украинской власти, но и в зоне АТО. Мы отобрали психологов со всей Украины, людей, которые уже работают с людьми, с жертвами военных действий. Это мирное население, которое пострадало, страдает ежедневно от военных действий. Для меня это больше, чем работа, потому что я знаю, что это такое, я знаю, с чем сталкиваются люди на собственном опыте. И, соответственно, желание помочь и что-то сделать, но точно больше. Еще один, не менее важный вопрос, как выехать из оккупированных городов в Украину? Можно ли, легко ли это сделать сегодня? Узнаем у нашего корреспондента Александра Пантелеймонова, он с нами на связи. Саша, здравствуй. Так все же, легко ли покинуть жителям зону боевых действий или нет? Далее, добрый вечер. Вот сегодня под Мариуполем относительное затишье, и наши войска перегруппировываются и укрепляют оборону. На защите города опытнейшие бойцы, как, например, морской пехотинец Алексей. Для него война началась еще в Крыму, но он остался в верном присяге и защищает Украину. Коллектив отличный, мы воюем плечо к плечу, и в дальнейшем, я думаю, что будет так же. Блокпосты работают в усиленном режиме уже два дня, и наши бойцы говорят, что люди по-прежнему в основном приезжают без спецпропусков, как, например, житель Донецка, которого мы встретили на блокпосту. У него с собой была целая куча бумаг, но, говорит, спецпропуск получить еще пока не успел, потому что огромные очереди. Люди ездят с пропусками, но очень мало. Вулыка Новоселовка пока не справляется, потому что очень большое количество людей подали документы. Приезжают люди и из других временно оккупированных городов, как, например, жителей Макеевки, которых мы сегодня увидели на блокпосту. Просто не выпускают, то есть у меня работа в Мариуполе. Как мне вывезти свою семью? У меня там все, у меня там дом, у меня там жизнь. А как мне выехать? За ситуацией на блокпостах в Донецкой области сегодня следили и нардепы. Побывали под Горловкой в 15 километрах от города. Но и вот там с получением пропусков тоже проблемы. Эту процедуру нужно сегодня сделать доступной, сделать прозрачной и сделать так, чтобы люди могли действительно пользоваться. Я написала письмо президенту, обратилась к тем, чтобы он перенес срок ведения и ввел именно в простоту, проконтролировал, как это работает. Вот такой дефицит пропускных документов уже вызвал своеобразный ажиотаж. В городах даже ходят слухи, что поддельный документ на черном рынке можно приобрести за 500 гривен. Но силовики предупреждают, что за использование таких документов ну это является само по себе преступлением. И на блокпостах такие документы быстро вычислят. Пока у меня все, Алексей. Все понятно, спасибо, Саша. Александр Пантелеймонов, последние новости из Мариуполя. Доноры в очереди. Это в Днепропетровске, где в местных больницах сотни раненых из зоны АТО. Сколько людей приехало помочь? Подробнее Наталья Грищенко. Раненых Днепропетровск принимает каждый день, десятками. Они в разных больницах города, но самых тяжелых везут сюда, в областную. Почти каждому нужно переливание крови. И вот врачи попросили горожан помочь ребятам. Акция опоздачи крови началась сегодня в 10 утра и сразу километровая очередь. Готовы стоять, да. Готовы стоять. Ну сколько нас? Пока не примут. Пока не примут. Очень даже долго. У нас цель помочь ребятам. Им там тяжелее, чем нам. Сколько возьмут, столько и сдадим. Кто-то отпрашивался ради этого с работы. Кто-то ехал сотни километров из дальних городок области. Здесь люди целыми семьями. Это мой внук, вот моя дочь. Еще друзья мои здесь, 10 человек нас. И люди продолжают идти. Таким наплывом врачи потрясены. Вообще находится на лечении 130 человек тяжелых раненых. Это большая цифра. И почти все они нуждаются в крови. Кровь нужна таким, как этот боех. Серьезно ранены рука и нога. Парня привезли несколько дней назад из Донецкого аэропорта. В тяжелом состоянии. Сгадывать я не хочу. Потому что сгадывать это очень тяжело. Владу одну ногу уже ампутировали. Вторую врачам удалось спасти. Удоровался на мини. Ампутация ноги. Проблема со стопой. И рука. Теперь запас крови есть, говорят врачи. Только за два часа акции зарегистрировалось почти 2000 доноров. Сдать кровь все желающие сегодня не смогли. Передвижная станция переливания рассчитана на тысячу человек. Всех остальных направили в областной банк крови. Врачи обещают, ни одна капля не пропадет. Ведь раненые продолжают поступать. Только за последние сутки их 20. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Телеканал Интер. Днепропетровск. Который день в Харькове. Ищут террористов, которые в понедельник устроили взрыв у здания суда. И в городе новое задержание. Кого взяли под стражу, расскажет Лидия Калинина. В Харьковской области что ни день задержания. Из последних в Первомайском это райцентр. В 90 километрах от Харькова. Там сотрудники СБУ поймали бойца оплота. Который вербовал боевиков для так называемой ДНР. Во время задержания он пытался бежать. Не получилось. При обыске у мужчины в гараже нашли оружие. Винтовки и пистолеты. Пистолет. В военном со снаряженным магазином. Патроны. Посмотри. Да, боевой. 7-62. Да, 7-62. Боевой патрон. На гамму. Револьвер. Кроме того, за последние два дня правоохранители задержали одного из тех, кто в сентябре забросал гранатами в военкомат в Лозовой. А также женщину, якобы работавшую осведомителем террористов. Она сообщала о передвижениях украинской техники. Точно так же эти сведения она передавала господину Новикову, которому вчера суд объявил меру пресечения арест на два месяца. Напомню, лидера организации «Исход» Олега Новикова задержали первым после взрыва у Харьковского суда. В понедельник тогда 13 человек попали в больницу. В офисе организации нашли флаги Новороссии и ДНР. Новикова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Но обвинений в организации теракта пока не предъявляют. Сегодня в Харькове объявили. За информацию от тех, кто спланировал взрыв, можно получить деньги. Ко мне обратились ряд бизнесменов, пожелавших остаться неизвестными, с предложением объявить возограждение за информацию, которая приведет к раскрытию преступления 19 января в сумме 500 тысяч гривен. Ну и сейчас на городских улицах в несколько раз стало больше милиционеров. Добавилось 150 патрульных бригад. Со вчерашнего дня центры они объезжают на БТРах и Кугуарах. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Пытался выехать из Крыма с украинским паспортом. Оказался в СИЗО. Далее суд, депортация. Все подробности истории знает Юлия Крючкова. Российские силовики задержали Эскендера Бариева, Адмиджита Сулейманова и Синовера Кадырова на КПП, когда они пытались выехать на материковую Украину. Активистов закрыли вагончики на погранпункте, а потом сотрудники ФСБ провели с каждым так называемую разъяснительную беседу. Спустя несколько часов Бариева и Сулейманова отпустили, а вот Кадырова отвезли в Армянск сразу на суд. Приговорили к штрафу в 2000 рублей и принудительно депортировали из Крыма. Обратно уже не впустят. Нас незаконно лишили возможности передвижения. Единственное, на что рассчитываю, я передам постановление, для того, чтобы попробовать обжаловать его в Симперополе. Верховном суде Республики Крым. Кадырова осудили за то, что он якобы нарушил сроки пребывания на территории Российской Федерации. Для иностранцев это 90 дней. По этой же статье россияне могут осудить всех крымчан, которые остались гражданами Украины. В Меджлисе уверены, первыми жертвами станут крымские татары. Мы в Меджлисе склонны считать это продолжением цепи событий по преследованию отдельных активистов крымско-татарского народа. Они будут продолжать политику вытеснения за пределы Крыма наиболее активных в общественном политическом плане крымских татар. Это атака на крымских татар, это атака на Меджлис крымско-татарского народа. Крымские активисты, которых задержали сегодня, направлялись в Киев. Оттуда собирались вылететь в Стамбул. Синовер Кадыров спешил на консультацию кардиолога. Год назад в Турции ему сделали операцию на сердце, но на самолет так и не успел. На границе его продержали до вечера. Давос. 7 утра, украинский завтрак. Традиционная давоская дискуссия о будущем страны. Каким его видят европейцы? Правда ли, что за границей нам поможет? И почему Джордж Сорос считает, что следующие несколько недель могут быть самыми сложными для Украины? Мой коллега Дмитрий Анопченко знает ответы. Он в Швейцарии. В этот раз на украинском завтраке не нужен был переводчик. Ну, пожалуй, это впервые, когда и европейские политики, и украинские министры одинаково хорошо говорят по-английски. Вот этот общий язык и позволил им найти общие подходы в том, какие реформы нужны Украине. Хотя мнения, конечно же, разнились. Ну, вот, к примеру, Джордж Сорос говорит о том, что реформы должны быть очень жесткие. Он настаивает, мол, о переменах в Грузии заговорили только после того, как Саркашвили разогнал ГАИ. И этим заставил и мир, и собственную страну поверить, что настроен решительно. Новая Украина пока не нашла такой проект. Хотя я понимаю, Украина под военным давлением. Она должна отражать внешнюю агрессию. Думаю, следующие несколько недель будут критичны для вашей страны. Что финансист имел в виду, он не пояснил, но ответ я получил от главы Минфина Натальи Рейско. По ее словам, Сорос все-таки говорит не об обострении на фронте, а об экономике. Он как раз имеет внимание, что мы должны за несколько дней договориться с Международным валютным фондом. Тогда прискорить их процессы в Вашингтоне, чтобы они смогли уже дать нам первые какие-то страны. Миссия уже в Киеве. Миссия планует быть в Киеве до 29 сентября. И мой намер – договориться с ними по этой программе до 29 сентября. Рейско прогнозирует, что первый транш в рамках новой программы Киев сможет получить уже в конце февраля-начале марта. И это откроет путь для других финансовых вливаний. Кредитный гарантий США на 2 миллиарда долларов, 1,8 миллиарда евро от ЕС, деньги от Германии, Польши и даже от Японии. Человек, который 10 лет был первым лицом Европейской комиссии, Жозе Мануэл Борозу, сделал несколько заявлений, которые по его же собственному признанию мы с вами можем воспринять неоднозначно. Он считает, что для Украины нет места в НАТО. А еще, что Киеву придется проводить с Москвой переговоры. Все-таки придется. Бороза также много говорил о реформах. По его словам, отношение с ЕС – это контракт. И если Украина не будет его выполнять, то не стоит ждать и ответных шагов от Евросоюза. Уже чуть позже, в кулуарах Давосского форума, о необходимости реформ говорили и другие политики. И зарубежные, и украинские. Давосский форум, в первую очередь, это экономика, а затем уже политика. В Украине катастрофически необходимы инвестиции. Инвесторам нужны реформы. Пока то, что происходит, это разговоры и пожелания. Это не реформы. А в разговоры уже давно никто не верит. Реформы, президентские или правительственные, должны быть близкими к простым людям, насколько это возможно. Люди должны быть на вашей стороне, иначе ничего не сработает. Чтобы понять, какие настроения царят в Давосе, участников украинского завтрака попросили проголосовать. Что интересно, на вопрос о главной проблеме Украины, гости Давосского форума практически однозначно сказали коррупция. А вот на вопрос, чего Украина ждет от Запада, ответили даже не финансовых выливаний, а давление на Россию, чтобы остановить войну. Сегодня у нас не было красивых речей, был откровенный разговор, были жесткие вопросы. К нашим членам новой команды, стороны, тех, кто принимает решение, выделять Украине деньги, не уделять. Форум завершится завтра масштабной дискуссией, во время которой все так же будут вспоминать Украину. Из Давоса Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Телеканал Интер. И еще о реформах, вернее о том, что правительство так называет. Реформа местного самоуправления. Новый бюджетный кодекс не привел к обещанной децентрализации, а наоборот, к централизации власти. Так говорят в Ассоциации малых городов Украины. Поселки и города районного значения стали более зависимы от госадминистрации и потеряли ту малую часть налогов, которые оседали раньше в местных бюджетах. Спасти самоуправление можно, говорят в Ассоциации, предоставить таким населенным пунктам статус городов областного значения. Украина до сих пор не отдала в бюджет 1 миллиард 600 миллионов гривен. Это долг за пользование недрами. Теперь крупнейшему нефтедобытчику страны грозят новые уголовные дела и арест имущества. Об этом сегодня после пресс-конференции сообщил глава государственной фискальной службы Игорь Белоуз. Также в апреле компания обязана выплатить 1,8 миллиарда гривен дивидендов. 42% Укрнафты контролирует группа Приват, регулярно блокировавшая собрание акционеров. Вот вернуть государству контроль над Укрнафтой должен помочь закон о кворуме акционеров. Но право выдвигать председателя правления все равно останется у миноритариев. И поменять устав без их воли не удастся. Эксперты уверены, таким образом группа Приват себя обезопасила. И не исключено, что дело и в этот раз может дойти до суда. ЧП в центре столицы. Кто кого блокирует в зале Печерского райсуда. Об этом и не только. Говори во второй части выпуска. Спрятался за юбкой. Ривненский чиновник перекладывает вину за смертельную аварию на беременную жену. Король умер? Да здравствует король. Кто взойдет на престол в Саудовской Аравии? Секс-скандал в Букингемском дворце. Отмоется ли сын Елизаветы II от грязных обвинений? Печерский райсуд столицы в осаде. Активистов Майдана. Почему и что произошло? Давайте узнаем у Максима Кошелева. Он на месте события. Максим, здравствуй. Чем же вызвана вот эта осада? И насколько напряжена обстановка? Алексей, ну обстановка сейчас не напряжена. Чем вызвана была вообще такая реакция активистов Майдана? Сейчас постараюсь вам объяснить, чтобы было понятнее. Сегодня здесь слушается дело двух беркутовцев. Это подчиненные того самого садовника, который уже скрылся от правосудия. И активистов возмутило то, что заседание суда не начиналось на протяжении более чем шести часов. Официально не было коллегии судей. Это новые судьи. Дело в том, что периодически судьи по этому делу берут самоотвод, потому что они это уже рассматривали в судах первой инстанции. И назначаются новые. И вот сегодня новых судей ждали шесть часов. Активисты подозревали, что таким образом просто пытаются затянуть это дело. И для чего это может быть сделано? Дело в том, что в воскресенье 25 января заканчивается мера пресечения для этих двух беркутовцев. И если суд ни к чему не придет и не продлит меру пресечения в виде содержания под стражей, то они тогда просто выйдут на свободу. Вот что говорят активисты. Захист снова закидают новые какие-то возможности для того, чтобы затягнуть максимально. В неделю заканчивается запобежный захист и этих двух хлопцев выпустят так же, как выпустили садовника. Под давлением общественности, под давлением активистов, судьи все-таки появились в суд. Когда это стало известно, что все-таки суд состоится, то, по словам представителей самообороны, адвокаты подозреваемых в верхней одежде попытались покинуть здание суда. И вот тогда действительно активисты Майдана не дали им уйти, потому что они подозревали, что это еще одна уловка. Дело в том, что без адвокатов не может быть рассмотрение дела. И тогда они не выпустили адвокатов. Но сейчас, я не знаю, видно ли вам, вот в этом окне видно, что заседание идет. Сколько оно продлится, пока еще трудно сказать. По крайней мере, те из присутствующих людей в зале, с кем нам удалось пообщаться, говорят, что пока идет еще такое препирательство, обсуждение, скажем так, между защитой и прокуратурой. Известно, что только свидетелей, больше 70 человек должно проходить. И люди говорят, что помещение на самом деле не очень-то приспособлено. И кто планировал это заседание, не совсем понятно. Студия. Спасибо, Максим. Это был Максим Кошелев из-под здания Печерского райсюда в столице. О противостоянии между адвокатами беркутовцев, экс-беркутовцев и активистами Майдана. Скандал вокруг расследования разгона Майдана назревает и в Черкассах. Из-за чего сыр-бор, знают наши корреспонденты. Этим событием ровно год. В период Майдана в Черкассах запомнился отремня кровавыми разгонами активистов, повальными арестами и избиениями журналистов. Я не увезу тебя, я не увезу тебя. Увезу тебя, я не увезу тебя. Ты боишь, нет? Вот тут еще трохи осталось. Пошло поразбивали, уже хорошо отремонтировали. Оператор Черкасского телеканала Сергей Ефимов показывает последствия общения с луганским беркутовцем. Именно это подразделение участвовало в разгоне Автомайдана 27 января. Тогда, после превышения полномочий милиционерам, прокуратура начала расследование. Сергея не раз вызывали на допросы, но беркутовца так и не нашли. До сих пор. Одни другим передают дела. Каждый раз одни те же показания даешь. И зачем по тысячу раз это все писать, переписать, ну непонятно. Побой, 10 дней в СИЗО и 2 месяца домашнего ареста. Автомайдановец Александр Шульга с ужасом вспоминает события минувшей зимы. Его обвинили в том, что он сам избил пятерых сотрудников беркута и разнес целый этаж Черкасской обладминистрации. После революции парня даже не реабилитировали. Из-под домашнего ареста освободили по амнистии. А те, кто фабриковал дело, так и не понесли наказание. Сегодня прокуратура и милиция решили рассказать о проделанной работе и, судя по отчету, изменений по майдановским делам почти никаких. Для того, чтобы притягнуть особу до криминальной ответственности, должны быть собраны доказы. До этого я запрошу всю громадственность, надавать свечения, кто еще не надавал. Сергей не надеется, что бойца Луганского беркута, разбившего ему камеру, накажут. Спустя год найти этого человека в оккупированном Луганске вряд ли удастся. Геннадий Вивденко, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Когда можно все. В райцентре Шумск под колесами дорогого авто погиб 17-летний парень. 15-летняя девушка в реанимации. Кто виновник, знают все. Все. Только не милиция. Инна Белецкая подробнее. Она вчера похоронила единственного сына на сумасшедшей скорости. Его насмерть сбил водитель дорогого минивена. Он – это начальник Ременецкого лесного хозяйства. Ему 31 год. Перспективный. Как ни в чем не бывало, ходит на работу. А он сейчас на работе. Находится внуки по рабочей день. У него, звичайно, построенный дисплеер. А вы знаете, что недомавария, покупал людей в узбор. Секретарь звонит начальнику. Он обещает приехать. Ждем битый час. Позже директор лесхоза передумал. Решил объясниться по телефону. Утверждает – не виноват. За рулем была беременная жена. В баню беду неприемность. Зробила дружина мою аварию. А люди могут говорить, говорить. Я понимаю, что говорится. А для чего бы людям было говорить, что это сделали вы, как что это сделала ваша дружина? Ну, в чем логика? Ну, развлекалась, поехала. И в Шумском райотделе милиции, и в соседнем Кременецком, не сомневаются, за рулем был пьяный директор лесхоза. Вот только говорить это на камеру не осмеливается. Если женщина убивает другую женщину, и ей подозра, что она в тверденном состоянии, она может дальше продолжить на работу, ходить там? Конечно, не может. А это не наш. У нас справа нет. Следующее управление забрало. Дело забрали областные следователи. В Тернопольском управлении милиции на наши звонки не отвечают. В прокуратуре же заявили версию с беременной женой за рулем. Рассматривают. Согласно показам свидетелей, 19 числа руководителя ДП Кременецк-Леса увидели люди, как он сидел за автомобиль, за кремом автомобиля. И, согласно показам его дружины и самого руководителя, он не перебывал за кремом, а перебывал за кремом его дружиной. Если следствие поверит версию директора лесхоза, его жена отделается условным сроком, а сам он легким испугом. Почему так может быть? Если человек много, он может из него откупиться. Скажите, нет. А если я бедная, я не могу свою дитину, чем захистить. Экспертиза, опросы свидетелей и, скорее всего, длительное расследование до тех пор, пока общественность забудет, а молодой начальник мясного хозяйства на очень доходной должности будет и дальше зарабатывать деньги, и делиться с теми, кто в случае чего спасет от тюрьмы. Или все-таки новая власть накажет? Инна Белецкая, Николай Васильев, подробности, телеканал Интер, Тернопольская область. Неполиткорректные сладости. Немецкая фирма Хариба больше не будет выпускать лакричные конфеты в форме человеческого лица. Причина в том, что сладости были черного цвета, и некоторые покупатели посчитали их российскими. Тем временем в Германии снова продают сатирический еженедельник Шарли Хэбдо. И вот об этом Татьяна Лагунова подробнее. Шарли Хэбдо снова в немецкой продаже. Это уже вторая дополнительная партия того самого номера, который вышел после терактов в Париже. Первая поступила в киоски прессы неделю назад, но в Германию привезли всего 5000 экземпляров. И их мгновенно раскупили. Немцы стояли за сатирическим журналом в очередях и даже предварительно записывались на покупку. Кто-то хочет купить из Солидарности, кто-то просто, чтобы иметь дома этот исторический выпуск. Ну и конечно многих интересует, как редакции удалось сохранить баланс между трауром и сатирой. Ажиотаж не спал и спустя неделю, поэтому немецкая компания-распространитель решила заказать дополнительный тираж. В этот раз 50 тысяч экземпляров, чтобы хватило наверняка всем. Впрочем, сатира на религиозную тематику в Германии не всем по душе, протестов нет. Но несколько недель назад в Гамбурге неизвестные напали на редакцию газеты «Гамбургер Моргенпост». Молодые люди забросали издание камнями и бутылками с зажигательной смесью. Из-за того, что издание перепечатало карикатуры на пророка Мухаммеда из Шарли Эбдо. К счастью, никто не пострадал. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкая. Бюро телеканала Интер. После карикатур взялись за комиксы. Точнее, за известнейший роман для детей. Кто и почему окрестил книгу токсическим продуктом, знает София Гордиенко. Они прошлись по самым популярным книжным лавкам. И была бы их воля, вообще безъяли книги из продажи. Но активисты обошлись только специальной наклейкой. Токсический продукт может навредить вашему ментальному здоровью. Их недовольство вызвала невинная детская книга «Тан-тан в Конго». О приключениях журналиста и его пса Милу. Это один из самых знаменитых альбомов. Продано 10 миллионов экземпляров. И мы его находим особенно расистским. Возмутило антирасистов то, что издатель комиксов в Великобритании, например, изъял из книги некоторые изображения и фразы. А вот во Франции и Бельгии нет. Тан-тан в книге рассказывает маленьким конголезцам, что их родина – это Бельгия. Вот из-за этого и весь сыр-бор. История не новая. Еще в 60-х автора РЖ уже обвиняли в таких колониалистических штучках. На родине Тан-тана в Бельгии большой проблемы книги не видят. Хотя пару лет назад выходцы из Конго пытались через суд ее запретить. Мол, слишком большие губы там у конголезцев. И изъясняются они неправильным языком. Но суд такие доводы серьезными не счел. Да, это было написано в середине прошлого века. Такое дремучее время, когда женщины только получили право голоса. Конечно, тогда ко всему относились по-другому. В этот магазин комиксов никто клеить наклейки не приходил. Для продавца это не просто книга, это история свидетельства эпохи, которая к тому же отлично продается. А клише всегда были, есть и будут. Причем не только в отношении темнокожих. Конечно, надо оставить все как есть. Просто читать нужно осторожно. Найти в книге «Тан-тан» в Конго элементы расизма неподготовленному читателю оказалось практически невозможно. А вот защитникам животных здесь точно есть чем поживиться. Буквально на каждой странице главный герой убивает краснокнижное животное. Впрочем, животные, в отличие от людей, не пойти в суд, не объявить бойкот альбому не смогут. София Гордиенко, Василий Трешковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Америка открывает второй фронт информационный. Что Вашингтон готов противопоставить российской пропаганде? Дмитрий Еловский продолжит. То, что российская пропаганда в последнее время сильно набрала обороты, замечают повсюду, даже в Америке. Здесь часто на дороге можно увидеть плакаты кремлевского телеканала «Раша Тудэй». А вот в России билбордов радиостанций, например, «Голос Америки» почему-то совершенно нет. Здесь уже давно обсуждают низкую эффективность собственной американской пропаганды за рубежом. На СМИ, которые вещают на территорию бывшего Советского Союза, из американского бюджета ежегодно тратят 90 миллионов долларов. В то же время только на «Раша Тудэй» с бюджета России идут в основные 300 миллионов долларов каждый год. Теперь ситуация должна кардинально измениться, ведь руководить информационными атаками американцев будет Эндрю Уэг, который раньше возглавлял NBC News. Недавно он сказал, что российская пропаганда представляет собой угрозу не меньшую, чем исламское государство. Медиаменеджеру предстоит серьезно поработать, ведь слушают нынче голос Америки радио «Свободы» совсем не так, как в былое советское время. Тогда голоса ловили около 40 миллионов человек по всему Союзу. В России вещать этим станциям в диапазоне ФМ нельзя, да и контент, который идет по радиоволнам, уже, честно говоря, давно не конкурентный. Особенно в условиях телевизионного царства Дмитрия Кислева с телеканала «Россия». Лучше всего с поставленной задачей, как это ни странно, справлялся бывший посол Америки в Москве Майкл Макфоу. Его твиттер был одним из самых популярных в России. И число подписчиков можно сравнить с аудиторией радиостанции. Задача перед Эндрю Уэком стоит, и правда, сейчас очень амбициозная. К тому же, кроме АТ, с российской стороны действует и радиостанция «Голос России», недавно заработавший сайт «Спутник Ньюз», который создан поликавом популярных американских информресурсов, но по содержанию обычная пророссийская пропаганда. Открывать второй фронт готовы уже и в самой Европе. Там давно муссируются разговоры о создании нового СМИ, скорее всего, телеканала, чтобы работать с русскоязычной аудиторией. Но, тем не менее, даже здесь, в Вашингтоне, все равно есть поклонники так называемого русского мира. Российская пропаганда действует, надо признать, тоньше американской. Она выдает промахи западных правительств за успехи собственного, российского. Так что новые технологии, конечно, надо внедрять в пропаганду как можно скорее и как можно тоньше. Дмитрий Уловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала «Интер». Не стало старейшего монарха в мире. На 91-м году жизни скончался король Саудовской Аравии, Абдалла бин Азиз Ас-Сауд. Чем он запомнился? И кто в очереди на трон? Подробнее Ольга Головина. Вот король Абдалла идет рука об руку с Бушем-младшим. А здесь с королевой Елизаветой II в одной машине. Или молится рядом с бывшим иранским президентом Ахмадин Эджадом. А вот на свадьбе принца Чарльза и принцессы Дианы. Саудовская Аравия – надежный партнер Америки на Ближнем Востоке. Страна-лидер по экспорту нефти умело балансирует на политической арене мира. Арабская весна не потревожила нефтяное королевство. Да и на нарушение прав человека мировые лидеры закрывают глаза. Саудовский режим защищает многие западные страны, потому что у него есть нефть. Он кажется союзником в борьбе с терроризмом. Фактически, если государство нарушает права человека на том уровне, как Саудовская Аравия, то оно способствует в развитию терроризма, а не борется с ним. Король Абдала запомнился подданным многомиллионными проектами в социальной сфере. Строил дороги, университеты, больницы. А еще пошел на демократические преобразования. Хотя и сегодня Саудовская Аравия – единственная страна в мире, где женщинам нельзя водить машину, они могут принимать участие в работе Меджлиса. В то же время он ввел запрет для королевской семьи, а это около 7 тысяч человек, пользоваться государственной казной, и заменил целование руки монарха на рукопожатие. Пусть Бог помилует его душу. Он поддерживал мусульман и всех нуждающихся разных религий. Будучи правдивым и справедливым, он был большой наградой для королевства. В стране уже начались траурные мероприятия. Одного из богатейших людей планеты несут в мечеть, завернутым в обычный белый саван. Такова традиция. У Абдалы было более 30 жен. Среди них сирийки, марокканки и палестинки. Из 35 детей монарха никто пока на престол не претендует. Это тоже традиция. Власть переходит от брата к брату. Новый король Салман бин Абдул-Азиз. Он уже назначил своим наследником своего младшего брата Мукрина. Именно к нему сейчас присматриваются и в Вашингтоне, и в Москве. По меркам саудовской монархии он еще достаточно молод. Всего 69. Именно Мукрин вскоре может занять трон, так как у Салмана слабое здоровье. Сын Йеменки, из-за чего его называют полукровкой, обладает цепкой хваткой. Долгое время работал в разведке. И, конечно же, важный вопрос, что же будет с ценами на нефть. А ничего, говорят эксперты. Есть другие, более существенные, чем смерть монарха, факторы, влияющие на стоимость нефти. Ольга Головина. Подробности. Телеканал Интер. За что Тимати бросили в американскую тюрьму, как филиппинские бомжи оказались в отельном раю и как студенты Мичигана. Чуть гостиницу не разрушили. Обо всем этом в нашем обзоре. Голливуд наш не удался. Рэпер Тимати водрузил российский триколор на холме со знаменитыми буквами Голливуд. Впрочем, радовался он недолго. Подоспела полиция, сняла флаг и отправила рэпера-завоевателя за решетку. Это не первая подобная выходка Тимати. Неделю назад он размахивал российским флагом из окна красной копейки в Майами. Ярко погуляли. В Мичигане студенческая вечеринка обошлась отелю в 75 тысяч долларов. Такую сумму члены шести братств университета должны компенсировать за испорченное имущество. Студенты поломали мебель, выбили двери, окна в номерах и испортили потолки в коридорах. В университете пообещали, вандалы обязательно покроют убытки. 5 миллионов евро за год будет получать новежский новичок мадридского реала Мартин Эдегар. Именно такие условия личного контракта смог выбить отец футбольного вундеркинда. 16-летний Эдегар подписал с реалом контракт до лета 2020 года. Скандинавский хелбэк, которому пророчат звездное будущее, обошелся испанцам в 3 миллиона евро. Элитный отдых для попрошаек. На Филиппинах к приезду Папы Римского спрятали бомжей. Около 500 бедняков переселили на шикарный курорт возле Манилы. Продягам предложили уютные бунгало с кондиционером и сауной. Средняя цена такого номера свыше 500 долларов в сутки. По словам министра социального обеспечения страны Коразон Салеман, все это сделано ради безопасности самих нищих. Мол, им могла бы причинить вред толпа собравшихся послушать папскую проповедь. Франция начинает бороться с терроризмом со школьной скамьи. Власти страны ввели изменения в учебную программу. С сентября школьники будут изучать новую дисциплину. На этих уроках детям расскажут, как противостоять расизму, антисемитизму и любой форме дискриминации. В школах обязательно будут петь и Марсельезу. Ароматный выход из неловкой ситуации. Кристиан Поншаваль, который изобрел таблетки от метеоризма, благодаря которым газы пахнут шоколадом и розами, ко дню Святого Валентина презентовал пилюли с новым, имбирным ароматом. Пряность француз выбрал из-за ее легендарного свойства – афродизиака. За упаковку из 60 таблеток придется дать около 20 евро. Пилюли с другими ароматами на 10 евро дешевле. Британская корона отмывается от секс-скандала. Какие скелеты нашли в шкафу брата королевы? Обвинения и оправдания слышала Оксана Кундеренко. Она в Лондоне. Несколько недель подряд сын королевы принц Эндрю прятался от публики за высокими заборами дворца, защищаясь от громкого и грязного скандала. Венциносного обвиняли в сексуальной связи с несовершеннолетними. Но время объяснений пришло и уже не отвертеться. Эндрю вышел на людей в Давосе и прежде чем толкнуть речь об экономике, сказал несколько слов о личном. Во-первых, для протокола я хотел бы пояснить события, что происходили в последние недели. Хочу заверить всех, что заявление от имени Букингемского дворца о моей непричастности ко всему чистая правда. Сейчас я сконцентрирован на работе. Двурочин задели обвинения от американской девушки Вирджинии Робертс. Под судебной присягой красотка призналась, что имела интимную связь с Эндрю, когда ей самой было 17 лет. Сейчас барышне 31. В королевской семье пришлось выпустить пар. Настолько сильным было напряжение. Вот они и заявили, Эндрю к сексу с несовершеннолетними не причастен. Думаю, он представил адвокатам железные гарантии, иначе в пресс-службе бы просто молчали. А Вирджиния тем временем рассказывает под присягой грязные подробности о том, чего якобы не было. Уединялись с принцем трижды. Один раз даже в Орге участвовала. Вот и фото совместно имеется, как подтверждение знакомства. В этой истории слишком много дыма, а без огня его не бывает. Ему будет сложно и дальше утверждать, что ничего его с этой девушкой не связывает. Конечно, это ударило по репутации. Репутация – то, чем действительно дорожит королевская семья Великобритании. Адвокаты пострадавшей пишут письма, где предлагают принцу самому прийти в суд и повторить слова о невиновности. Судят, кстати, его друга, Джеффри Эпстина. Он и свел Эндрю с ним феткой. Повестку направили по адресу Лондон, Букингемский дворец, герцогу-йоркскому Эндрю. Это не обвинение, а вызов в суд в качестве свидетеля, которое в замке проигнорировали. Мол, не приходило такое. Монархи сильно стараются скандал с педофилией замять, отчего интерес публики к нему только растет. Оксана Кандиренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Такой была эта пятница. Спасибо вам огромное, что смотрели подробности. Увидимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»